Добрый день, уважаемые слушатели! Лето. Все ленты полны рассказами об открытии нашими гражданами своей собственной страны, ну или размышлениями о выборах в стране соседней. В подпусках также и основные производители поводов для нашего блога. И потому в нашем очередном выпуске неожиданно, даже для меня неожиданно, есть и новости о начинаниях и событиях, которые могут принести много хорошего, если, конечно же, не мешать логике их собственного развития. А потому сегодня из короткого отпуска на берегу Оки мы расскажем вам о законе сохранения количества нарушений, несмотря на уменьшение проверок, о рисках закредитованности из-за использования биометрии и о соблазнах называть соблазны основной, а может быть и единственной, извечные причины существования ростовщичества испокон веков. Проверки – это наше все, и нарушение тут ни при чем. 7 августа известия опубликовали заметку под названием «Кто входит в гости в карантин?» Власти признали неэффективность проверок бизнеса с интригующим подзаголовком. Вдвое уменьшившееся количество ревизий не привело к уменьшению инцидентов в организациях. В заметке подробно описываются, какие органы федеральной исполнительной власти и вообще органы надзора контроля, и сколько проверок они исполнили в первые 6 месяцев этого года. Цитирую. В контроле надзорного органа в сумме провели 332 тысячи проверок за первые полгода 2020 года. Годом ранее – 612 тысяч. Такие данные от одного из самых массовых средств информации были бы удивительны. Вдруг ни с того ни с сего публикуются такие интересные данные в августе, в период опусков. Но, в действительности, все гораздо проще. В те же самые дни были опубликованы два закона о реформе контроля надзорных деятельностей. Сначала 31 июля они были опубликованы на специальном сайте право.гав.ру, ну а 5 августа в российской газете вышли сразу два этих закона. И они называются «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и второй закон «О государственном контроле надзоре и муниципальном контроле Российской Федерации». Первый из них, тот, который о требовании, вступает в силу 1 ноября, а второй – аж 1 июля следующего года. В законах этим много чего интересного и действительно нового. Но если кому-то интересно краткое изложение того, что есть в этих двух законах и чем они реально полезны, или «полезны» в кавычках бизнесу, смотрите в российской газете. Ссылку можно посмотреть в тексте, который будет также опубликован. Однако вернемся к заметке, ставшей поводом для нашего краткого, а может быть даже кроткого удивления в этот раз. И процитирует еще один раз тот самый кусочек из публикации. Главная причина снижения частоты проверок – мораторий на их проведение, сообщается в обзоре Минэка. При этом в министерстве подчеркнули, что ослабление контроля не привело к учащению инцидентов в организации. Слово-то какое – инцидентов. Это должно простимулировать органы, реформировать подходы к проверкам, переходить преимущественно к профилактической работе, а также к бесконтактным методам контроля. Ну и сразу же от меня, как от обывателя, посыпались вопросы. Если бы карантин заставил бы сократить количество проверок не в два раза, а в четыре, в шесть или даже в восемь раз, количество инцидентов, тех самых, которые инцидентами называются в организациях, осталось бы на том же уровне, что и сейчас. И если сокращение количества оффлайн контроля привело к таким наблюдениям, то зачем их надо менять на бесконтактные методы контроля? А еще, а профилактическая работа органов государственного контроля – это что? В профилактическом порядке для бесконтактного контроля попросим вас прислать пару сотен документов? И вообще, опять же, если ослабление контроля не привело к учащению инцидентов в организациях, не означает ли это, что само предположение о том, что только если будут контрольные мероприятия со стороны государства, ну или его надзорных органов, и будут тогда происходить то самое, опять же, извините за это слово, недопущение инцидентов. Может быть, это представление уже давно устарело? Но, между прочим, если быстренько поискать в интернете, то вы увидите, что в некоторых отраслях до 85% случаев обращения потребителей в органы власти не требовали от этих надзорных органов никаких надзорных действий. Понятно, что не может быть и речи об отсутствии некоторых движений или действий в случае нарушения, и даже, скажем честно, некоторых видов угроз. Не будем говорить, какие виды угрозы, это все прописано в законах, но нужен ли тотальный контроль и надзор, пусть даже профилактический, со стороны государства, если государство не является больше единственным субъектом экономической деятельности? Может быть, развивать конкуренцию и перейти к надзорным действиям по защите прав и интересов того самого мифологического потребителя, только если от реального потребителя есть повторное обращение? Вы меня спросите, почему повторное? Так если есть обращение, не требующее оперативного вмешательства, то есть нет угроз тех самых жизни, здоровья, имуществу, чести и достоинству того самого потребителя, пусть его с первым обращением поработает тот, на кого есть это самое обращение. Обращение. Ну и если организация не волнует конкуренции или она думает, что ее позиции, ну как некоторые неестественные монополии думают, незыблемы вне зависимости от повторных обращений ее клиентов, на сцену пусть выходит надзор. Вопрос. А насколько тогда сократятся надзорные действия? А насколько сократится количество сотрудников в надзорных органах? Да, еще один вопрос остался. Насколько сократятся расходы бюджета? Все на борьбу с биометрией, ведь иначе вырастет за кредитованность. Неделю назад, ну или чуть больше, прошла незамеченная новость о том, что банки рассматривают возможность выдачи через банкоматы не просто денег, как обычно, а кредитов, если они смогут использовать в этих самых банкоматах, данные из единой биометрической системы. Ну и правильно, чего за эту новость-то волноваться? Мало ли какие технологии банки начинают использовать, ну или вообще собирают использовать для того, чтобы работать по своей основной деятельности со своими потребителями. Но в период отпусков даже такая новость не остается без комментариев. Ведь что-то должно быть в прессе. И потому 13 августа сразу несколько сайтов вышли с заметкой о том, что россиян ждет долговая яма, если кредиты начнут выдавать в банкоматах. Вся новость, это новость о том, что по мнению финансового эксперта, правда в других заметках он называется финансистом, инвестором и экономическим экспертом, Яна Марчинского, снижается покупательная способность населения из-за всех крейсов, а значит люди еще сильнее закредитуются. Ну да, согласен. Так и будет, если считать, что рост неплатежеспособного спроса все равно будет удовлетворен. Если, конечно же, банки и МФО будут выдавать кредиты и займы теми же темпами, что и до кризиса или кризисов. Правда, при этом надо забыть, что и банки, и МФО в первой неделе после введения карантина сократили выдачи почти на 40%. Данные известны, опять же, легко погуглить или по Яндексить. Да и Банк России недавно вышел с заключением, что темпы роста потребительского кредитования восстановятся по его оценке в 1 июля 2021 года. Но позвольте еще немного цитат из этой заметки. По словам эксперта, если банкоматы начнут выдавать деньги в долг, пострадают микрофинансовые компании. Почему, спросите вы? Ну, я тоже спросил. Оказывается, потому что, цитирую, кредиты, выданные в банкоматах, могут выдавать под меньшие проценты, чем микрофинансовые организации. То есть, несмотря на то, что в своих отделениях или в других точках продаж в торговых предприятиях, несмотря на то, что банки там готовы выступать, агентами микрофинансовой организации, в банкоматах они этого делать не станут. То есть, в отделениях они это делают, а в банкоматах они делать это не будут. Хорошо, идем дольше. Может быть, потому что банкомат – это банк. Ну, не будем спорить об этимологии слова «банкомат». Вообще-то, там другое слово, не банка, а банкноты. Ну, и опять же, не будем спрашивать. А то, что уже несколько лет есть опыт выдачи займов микрофинансовыми организациями через терминалы самообслуживания и даже без биометрии – это не в счет? Цитируем дальше. Банки уже четыре раза за год снизили ставку, а значит, и в банкоматах займы будут дешевыми. Просто спросим себя, а разве кредиты в банках для физических лиц и до понижения ставок аж целых четыре раза за этот год не были дешевле займов в МФО? Ну, и финальный аккорд в этой, извините, по-другому не могу сказать, оратории. Услуга будет пользоваться спросом. Убежден эксперт, поскольку кредит в банкомате взять будет проще. Даже не будем спрашивать про количество слепков, которые есть в единой биометрической системе сейчас. Всего лишь вспомним, что всего лишь несколько лет назад в Японии был такой эксперимент – получить кредит через банкомат с помощью собственных биометрических данных. Но даже в периоды этого эксперимента эти банкоматы устанавливали только в отделениях, так называемых специальных, ну а мы их любим называть роботизированных отделениях нового фасона, в которых нету человеческого обслуживания. Остается только один вопрос. Да, мой, наверное, любимый вопрос, но тот самый, который из репризы про, помните, «Ведение Эльдаром Рязановым» кинопанорамы еще в советские времена. Так о чем же этот фильм? А ни о чем. Частные инвестиции 2020. Планы на осень. Познакомиться с результатами тех инвестиционных идей и решений, которые были озвучены ранее. Услышать прогнозы по курсам рубля и доллара, золоту и нефти. Сориентироваться в доступных рынках и инструментах. Понять, какой уровень доходности достижим сегодня при активных инвестициях. Выбрать свой стиль инвестиций до конца 2020 года. Составить собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Открытый инвестиционный вебинар «Яна Арта» на канале «Финверсия». 22 августа в 18.00 по Москве. Виной всему соблазны. У нас в стране много проектов развития финансовых граммств, и они становятся все более и более интересными. Они становятся интересными с точки зрения аудитории, которая рассказывает что есть что, и с точки зрения самих материалов, и даже с точки зрения их подачи. И несмотря на то, что в моем, в этом блоге, все больше критики и вопросов, как и обещал, хочу обратить внимание на один очень интересный материал по финансовой грамотности, который называется «Финграмота по Достоевскому. Методика проведения уроков литературы для десятиклассников». Все в этом материале четко и точно. И анализ того, чем занималась старуха-процентщица Алена Ивановна. И анализ исторического контента. И рассказы о фактах из личной истории автора наказания преступления, вероятно, сформировавшие его отношение к ростовщическому. Без всякой, действительно, без всякой иронии. Материал хорош и стоит того времени, которое необходимо на его изучение. Тогда вы спросите, что же остановило мой взор на нем, и почему он оказался в этом обзоре. Переходя к выводам и анализу причин существования ростовщичества, авторы пишут, извините, вынуждены цитировать, «Ростовщичество живо, пока на него есть спрос. Оно процветает с древности, потому что пользуется извечной слабостью человека, неустойчивостью соблазнов. Избегая соблазнов, пишут авторы, вы лишаете ростовщиков их пищи». Конец цитаты. Да, и немного ранее. Следует избегать соблазна легких денег, которые предлагаются под проценты. Например, на летний отдых. Не стоит позволять себе то, чего не можешь позволить. Подождите. То есть, если человек не может позволить себе купить квартиру сейчас и улучшить свои жизненные условия сейчас, ему ни в коем случае, даже если он потянет, не надо брать ипотечный кредит? Или ипотечный кредит можно, потому что там ставки низкие. А без залога, кредиты или займы нельзя, потому что там проценты выше. Или нельзя только займы, потому что по кредитам в банках проценты ниже, чем в МФО. А в МФО они выше. Верю. Честное слово, верю, что авторы не хотели таких выводов. Но потому-то мой блог называется «Ищем логику», что мы ищем логику не того, что хотели, а того, что сказали или даже написали. Уверен, конечно, что многие, в том числе мои очень хорошие знакомые, обвиняют в том, что фразу я вырвал из контекста. Ну и так далее, и тому подобное. И все-таки, разве только соблазны и есть причины появления судного процента в истории человечества? Или даже снятия на него запрета во многих экономиках? Да, мы знаем, есть экономики, где судный процент официально запрещен. Разве плохо, если человек вместо того, чтобы откладывать деньги в течение, например, 10 лет на покупку квартиры, получил бы ипотечный кредит сейчас, въехал в новое жилье сейчас и платил бы за него, но не те самые 10 лет, которые он будет откладывать, потому что все-таки надо платить за удовольствие, въехать раньше, ну, платил бы, допустим, 12, 13, 14, даже 15 лет. Разве это плохо? Разве вообще плоха социальная мобильность? Ведь если финансовая грамотность, это знание и умение использовать финансовые инструменты для достижения своих целей, то проблема в конечном счете в неправильном, да-да-да, даже проблема не в том, что неправильно выбран финансовый инструмент, а в конечном счете в неверной постановке цели, ну, или просто, скажем так, в неверной цели, той самой, которую потом мы считаем соблазном. Соблазн объяснить всю историю. Соблазн, конечно, очень велик, но ведь ответственность за то, что мы преподаем нашим детям, совершенно немаленькая. На этом все. Если понравилось, ставьте лайки, вот здесь, ну, или дизлайки. Пишите комментарии и присылайте ваши подсказки того, что требует препарирования на предмет наличия, ну, или наоборот, отсутствия логики. Ну, и до новых встреч!